Подтвердилось, что луна была замечена, и можно праздновать Хэллоуин в Саудии. Соболезную всем тем, кто собирается его отмечать. Как вы видите, люди здесь в смятении. Посетите вашу местную мечеть, чтобы узнать, когда там будут устраивать празднество. Этот парень, наверное, будет завтра отмечать. Ассаляму алейкум, народ, и добро пожаловать на новый эпизод Smile to Jenner. Кадры с Хэллоуина в Саудовской Аравии разлетелись в социальных сетях, и люди в недоумении, почему это происходит в Саудовской Аравии. А люди в Саудии, числа либералов, раздосадованы и не понимают, почему люди их осуждают. Не суди меня. Как поется в песне Тупака. Они считают, что другие страны либерализировались и стали успешными. Говорят, почему вы пытаетесь нас тормозить. Причина в том, что Саудовская Аравия – это центр ислама. В ней находится Мекка и Медина. Там жил пророк Мухаммад, мир ему и благословение, и его сподвижники. Это сердце ислама. Поэтому мы, как мусульмане, ожидаем большего от саудовцев, потому что они прочувствовали исламскую культуру так, как другие страны и цивилизации не могли. В этом и кроется причина. Мы ожидаем, что саудовцы понимают, что их либерализация или копирование Запада – непостижимая ситуация. Возьмем, например, неверующего и лицемера. Лицемеры прибудут в нижайших уровнях ада по сравнению с неверующими. Почему? Потому что лицемеры испытали веру и религию. Поэтому мы ожидаем большего от саудовцев. Мы понимаем, что запасы нефти в Аравии заканчиваются, и династия саудитов хотят либерализировать страну и расположить к себе туристовый Запад. Мы в курсе происходящего. И Запад имеет огромное влияние на Саудовскую Аравию со времен Лоуренса Аравийского. В исповеди экономического убийцы Джон Перкинс рассказывает, как верхушки стремятся к близким отношениям с Западом. Но Хэллоуин – это как воплощение, вершина язычества. Я имею в виду, если даже вам так хочется чем-то выделиться, с Хэллоуином вы чересчур перестарались. Чёртов, Хэллоуин! Это чересчур! Почему бы не начать с чего-нибудь незначительного? Хэллоуин, в ходе которого люди одеваются как демоны, гули и гоблины? Уф, в чём тут логика? Это абсолютно не соответствует такой стране, как Саудовская Аравия. Также очень интересно наблюдать, как люди из мусульманских стран не относятся ревностно к учёным. Почему? Потому что люди видят религию, как список требований. По этой причине люди не чувствуют связь с Исламом. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение, сказал, что пришёл, чтобы очистить людей. Это очищение осталось в прошлом. Очищение себя от всего эго, от враждебности, от любви к мирскому. Но, к большому сожалению, мы упустили эти вещи. И наш Ислам ограничивается джуммой или определёнными позами. Духовная составляющая Ислама потеряна. Мы спрашиваем детей, помолились ли они. Но не спрашиваем, что они чувствовали и ощутили во время молитвы. Мы должны всё это понимать. А не просто говорить, что мы ожидаем что-то и то-то. Обратите внимание на то, что... Как мы притворяем жизнь религию в своих странах и в своих домах. Если Саудовская Аравия хочет пойти по этому пути либерализма, то мы, как люди, живущие в подобной стране, знаем цену, которую нужно заплатить. Дети уже пугаются. Девочки они или мальчики. Мы даже не можем сказать, что кто-то мужчина или женщина. Теперь это может оскорбить кого-то. Государство навязывает подобные убеждения в образовательных учреждениях. Оно также ускоряет инфляцию, продвигает идеи феминизма, из-за которых женщинам приходится работать, вследствие чего они не уделяют необходимое внимание молодёжи. Отцы тоже на работе. Поэтому дети познают мир через индустрию развлечений. Ютуб, Метфликс, Лайки. Мы выпустили достаточно видеороликов о том, как враги используют ЛГБТ, как они навязывают свои идеи, используя яркие цвета и первоклассную кинематографию. Как мы собираемся противостоять этому? Когда мать и отец приходят домой в конце рабочего дня, как они за 15-20 минут, проведённые с ребёнком, собираются перечеркнуть всё это? Мы должны быть реалистами, когда дело касается подобных вопросов. Как вам новость о том, что Национальная служба здравоохранения Англии тратит внушительную сумму денег на людей, которые засовывают разные вещи в свои задние проходы? Если у вас нет никаких правил и законов морали, то так и начнёте впихивать всякое разное в себе в проход. Образование финансируется меньше, чем индустрия развлечений. Актёров идеализируют, а учителя увольняют с работы, потому что правительство связывает им руки. Учебная программа превратилась в шутку. Дети не знают, как выращивать продукты, как платить собственные налоги, не знают ничего о питании, о том, как благоприятно сосуществовать в обществе. Дети тренируют для того, чтобы они стали мелкими служащими, работающими на систему. Мужчины становятся женоподобными с этими эндокринными разрушителями форме дезодорантов и так далее. Мужчины хотят защищать свою семью. Они хотят ходить в спортзал, хорошо зарабатывать, понимаете? Но нет, это теперь называется токсичная мужественность. В нашем обществе хотят видеть бета-мужчин, которые дарят цветы, шоколадки, бегут за женщинами и плачут, не сдерживая свои эмоции, дружище. Они реально впадают в крайности. Я перечислил всего несколько последствий распространения либерализма. Понятие малой семьи разрушено, малая семья рождения детей осталась в прошлом. Страны, вроде Саудовской Аравии, заявляют, что просто хотят привлечь туристов. И они на самом деле не верят во все эти идеи, бла-бла-бла. Но что Аллах говорит в Коране? Не приближайтесь к прелюбодеянию. Даже не приближайтесь к этому. Не пожимайте руки противоположному полу. Вы даже не должны давать салям противоположному полу. Почему? Потому что все эти вещи медленно подкрадываются и ведут к большим грехам. Очень медленно. Детей в наших школах учат мастурбировать. Хотя те не обладают даже общими сведениями о жизни. Но их уже учат этому в школах. Вы действительно думаете, что это не повлияет на наше общество? Вы просто способствуете разрушению собственной страны. Хэллоуин я использую всего лишь как символ всего этого. Хэллоуин и подобные вещи. Все это... С этого и начинается. Вам все равно, что ваши люди разгуливают, разодеты, как идиоты? Мы должны начать с наших домов, внедряя духовность в свою жизнь и жизнь наших детей. Не превращайте ислам в автоматические движения с использованием инструкции. Ислам нужно прожить, прочувствовать, а также изучить, конечно же. Но нельзя обойтись без ее формулы. На этом остановимся, ребята. До следующего выпуска. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум, дорогие братья и сестры. Как вы знаете, мы проводили в доме нашей подопечной ремонт. Осталось заменить три окна. Доступает холода. И вот посмотрите состояние окна. Один, второй. Они все пока клеенкой забиты. Вот третье окно. И вот это третье окно. Мы хотим заменить, если получится, с помощью вас, вышелала на пластиковые. Дорогие братья и сестры, просим вас откликнуться и помочь нашей подопечной поменять эти окна, чтобы она могла уже полноценно жить в своем доме. Конечно, дом, скажу, уже старенький, поэтому здесь нужен капитальный ремонт. Но мы провели, конечно, здесь ремонт внутри. Вы видели, наверное, публикацию. Теперь осталось вот эти три окна поменять. Просим вас откликнуться, помочь. Каждый рубль, конечно, важен. Небольшой сбор, мы думаем, быстренько соберем, поменяем, пока не настали сильные холода.